всем привет меня зовут александр гузенко и это подкаст кем ты стал здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком узнаем чему и как долго нужно учиться чтобы стать такими же профессионалами как наши гости сегодня у нас гостях максим миронов ведущий специалист отдела подбора персонала группы айти подбора ух как сложно макс привет привет сами во первых сразу скажу очень приятно что позвал мы и чары вообще не сильно часто куда-то ходим нас не часто зовут поэтому очень приятно что позвал без вас мы бы вообще здесь не работали поэтому я не мог представить как бы мы вообще могли обойтись без вас поэтому конечно как же давай мы немного поговорим о тебе ты расскажешь о том чем занимаешься вообще в тиньков и какой был твой карьерный путь вкратце чтобы люди понимали кто ты давай тезисно пробегусь по всем основам своей карьеры на самом деле она не такая была долгая я пошел в университете там знаешь на стажировку где-то что-то типа около эйчара там сиди просто бумажки перекладываю там бесплатная стажировка там я первый раз попробовал подбор персонала в кадровом агентстве потом я понял что это не мое мне очень нравится короче там я с детства любил там сайт разрабатывать на всяких там знаешь виксы и указы вот и тильды ну и соответственно мне как-то меня тянуло войти направления потом очень много всякого там в мобиле попробовал там так для себя пощупал похакерил если так можно сказать я понял что мне прям нравится айти рекрутмент пошел туда мне понравилось во первых целевая аудитория там понял что это плюс-минус те же люди кем я бы хотел возможно быть дальше я начал ездить как у нас называется имплант в hr направлении это когда тебя берут как рекрутера компании вот как аутсорс берут человека к себе на сторону он работает но числится он все равно в другой компании вот точно так же я работал какое-то время нанимал для других компаний для разных посмотрел российский рынок пообщался с иностранными компаниями у меня уже сложилось какое-то впечатление я попал в яндекс там я тоже месяца 4 наверное был например что этом шоу с одним впечатлением получил другое у меня картинка все больше увеличилось увеличилась но я точно принял решение что пойду куда-то войти компанию в российскую ну а здесь уже оказавшись тиньков я рос по карьерной лестнице повышая уровень там с медла с обычного специалиста до сеньора до ведущего давай поговорим про и чаров подробнее кто это вообще такие чем занимаются люди по подбору персонала что входит в их обязанности и насколько широкая вообще это область а чар это human resources если переводить на русский язык человеческие ресурсы и чар глобально это там какой-то чувак который чем-то там связанным с управлением персоналом занимается на самом деле сейчас есть центре экспертизы такое разделение на мейчар админ это кадры те кто оформляет увольняют проводят отпуск и так далее и комп нбн или cnb или компенсации и льготы это те кто отвечает им за премирование за заработную плату за ставки грейды что-то больше на бухгалтерию похоже очень это очень приближено ну то есть там много считать много цифр с мотивацией плотно связано дальше соответственно рекрутмент это те кто заниматься подбором персонала есть отдельный центр экспертизы teach and development ну тнди это обучение и развитие персонала и сейчас еще несколько там различных выделяются один из самых крупных таких центров экспертизы это hrbp hr ну human resources business partner ну из названия понятно что это человек который более верхнего уровня бизнесова что ли отвечает за все процессы внутри то есть это про то как люди адаптируются в компании про так называемый exit interview то есть когда люди уходят почему они уходят выясняют это всякие разные пульс опросы это опрос о том насколько тебе комфортно там работать в компании вот и бизнес партнеры отвечают соответственно за это направление вот поэтому внутри и чарка договорят там да какой там и чар мне звонил это иногда ну то есть я изнутри понимаю что я для человека просто и чар но на самом деле чар это намного больше да я прям вообще в шоке от того сколько ты перечислил направлений как ты сказал это центре экспертизы да да я не думал что вы чар как бы вот в таком маленьком слове есть столько много всего внутри скрытого не забыл осознанно не рассказал про еще один он на стыке но это тоже и чар это добрал development relations это отношение с разработчиками это тоже часть да это тоже часть и об этом нас будет следующий выпуск так что остается хорошо супер я обязательно послушал так давай поговорим из чего состоит рекрутмент на какие этапы делится этот процесс и кто отвечает за каждый шаг который приближает компанию к новому сотруднику давай начнем с базового такого определения что рекрутмент считается что рекрутер ищет там человека да он нанимает на самом деле в рекрутменте помимо рекрутера есть другие роли это сорсер человек который занимается поиском он находит таланты сейчас это все очень через англицизм проходит к сожалению на русский у нас нету альтернативного перевода поэтому мы его тоже назовем сорсером даже в должностях мы прям так пишем русскими буквами сорсер но по сути это человек который находит те эксклюзивные таланты тех редких людей которых там тяжело найти вот как-то до них там может достучаться потом есть ресерчер ресерчер это ну как и в любой другой специальности это исследователь то есть человек который исследует поведение кандидатов то есть он смотрит на какие письма лучше реагирует кандидат на какие хуже например краткий факт скажу лучше всего люди отвечают на холодные письма не более 300 символов при условии если там есть компания там есть позиция и там есть call to action призыв к действию какой-то там может даже не быть твоего имени и вот как бы это уже там почти 200 символов и тебя там не такой большой разброс на там еще сто символов там ну рассказать что как тебя зовут и кто ты такой и это например ресерчеры исследователи вот эти занимаются поиском идеала они изучают карту поиска то есть они составляют где в каких источниках по каким критериям я там должен находить людей там оптимально будет найти такое количество людей за такой отрезок времени рекрутер это скорее уже человек который процессе то он знакомится общается он уже берет после сорсера там или после ресерчера забирает человека и дальше уже начинает процесс по всем этапам оказывает поддержку помощь что ли на во всем процессе собеседования ну процессе отбора есть еще другие роли есть еще и чардженералист он такая автономная ячейка он сам и находит и оформляет и процессит и оформляет и увольняет и мотивирует вот это то что было наверное раньше то что существует наверное в небольших компаниях да у нас может быть существует такое большое количество роли из-за того что мы слишком большая же компания и нужно на на части делить эту большую большую специализацию а когда компания начинает разрастаться в ней уже появляются там сугубо выделенные роли иногда даже очень творческие например там у нас внутри тинькофф есть те роли которых нет вообще в мире этом ну может они кто-то где-то придумывает их вот но мы там называем их по-своему ну и из такого на самом деле интересного это не у нас внутри тинькофф а внутри сферы и чар есть например happiness of менеджер это менеджер по счастью это вообще безумно классно это люди которые наверное организовывают какие-то мероприятия что ну они отвечают за то чтобы люди в компании были счастливы вот прям так и можно сказать то есть они как бы спрашивают более если людям не хватает яблока не значит дело так чтобы на кухне появлялись яблоки у это классно завезите яблок я буду счастлив здесь очень важно понимать все таки что мы в этом плане очень не люблю но мы отстаём от западных стран потому что у них действительно развита у нас знаешь как зачастую принято что сорсер и ресерчер это младшие специалисты то есть это всегда как бы помощники рекрутера на самом деле это не так сорсер может быть там супер талантливым человеком и он может быть по должности выше чем рекрутер и ресерчер вот ресерчеры тоже бывают разные поэтому это не всегда так к сожалению у нас то принято таким образом но вот мы сейчас в россии перестраиваем этот подход мы прям создаем центр экспертизы сорсеров ресерчеров я еще на самом деле мало там рассказал что рекрутмент делится на несколько направлений есть айти рекрутмент или технический рекрутмент есть но найти позиции как бы кофе с или какие-то около айти у нас есть даже распределение айти около айти но найти а есть еще например экзеки ти все чекзеки ти все че то единичный поиск человек поиск топов получается что эти люди они все в разных должностях но они вот кто-то там нашел второй взял этого какого-то кандидата провел его по всем процессам дальше куда он попадает кто его дальше забирает если какая-то следующая ступень да есть еще раз отдельная роль человек который подхватывает его на этом моменте и помогает ему провести оформление то есть человек такой ответственный за оформление но я не стану наверное прям сильно выделять это роль потому что это в силу того что мы очень большие просто поэтому у нас такая роль выделена есть а так дальше у нас есть и чарапи это human resource adaptation partner это человек отвечающий за адаптацию сотрудников то есть у нас есть бот который приходит тебе и помогает там адаптируется он те время от времени вкидывает разные интересные там новости информацию а есть конкретные люди которые помогают бизнес-партнер не смог бы это сделать все сам и чар бизнес-партнер потому что у него есть много там более сложных задач и поэтому нас вот есть такая роли чарапи ну или чарап вот это люди которые помогают адаптироваться в компании ну и дальше соответственно плотное взаимодействие потому что и чар админ или кадры или там отдел кадров они оформляют то есть они что же как бы принимают участие в оформлении человек вот дальше ну человек уже взаимодействует в большей своей степени там он уже прощается где-то с рекрутером после трех месяцев в течение первых трех месяцев он еще может чаще приходить дальше если только в столовке вместе покушать ну и то к тому моменту уже вот есть чарапи который тоже перехватывает эту роль дальше только с бизнес-партнером в основном общается сотрудник он там совместно с руководителем ставят какие-то планы цели там задачи что-то обсуждают какие-то изменения какие-то там не знаю особенности вот ну и на выходе уже когда сотрудника заканчивается там его виток развития в компании сразу скажу что там виток развития может быть и не один десяток лет но когда заканчивается жизненный цикл сотрудников компании то на выходе тоже и чарадмин кадры официально проводит увольнение сотрудника выдают ему все необходимые справки подписывают все документы и чар api или и чар bp проводит exit интервью ну то есть интервью на выход то есть прощание сотрудникам ты максимально подробно рассказал о том как выглядит путь человека в компании с чего начинается этот путь как приходит потребность вообще найти человека как начинается поиск понятно что первое какая-то потребность должна появиться в каком-то специалисте это надо как-то отрисовать то есть появляется задача там она проходит какое-то определенное согласование ну и попадает в подбор я сейчас немножечко разделю на две истории одна история это мы говорим про крупную компанию когда там постоянно идет процесс найма там немножко по-другому ну вот в более таком обыденном смысле прилетает там вакансия например айос разработчика и вот раньше там никогда мы их не искали или искали на там типа когда-то вот а тут надо прям какого-то вот конкретного найти соответственно я изучаю требования сначала которым не выставили дальше иду на так называемый бриф встречу или там снятие вакансии иду общаться с мяч менеджером чтобы составить ним профиль кандидата кого он хочет видеть у нас здесь золотое правило нету стула мы не будем с тобой общаться то есть пока нет заявки если это там твои какие-то желания мы можем найти тебе человека показать потратить силы а у тебя не окажется заявки и не согласует ну понятно вот и поэтому да и мы зря потратили время вот поэтому мы в первую очередь получаем заявку составляем такой профиль кого мы хотим нанять совместно снимать менеджером как правило на эти встречи может даже приносим там несколько резюме какие-то нюансы уточняем и показываем а вот это то вот это то есть такой полноценный сервис оказываем для нанимающего менеджера чтобы им было комфортно то есть это наверное какая-то к философия наши что ли и дальше уже соответственно мы ищем этого человека в зависимости от ситуации у нас на уровне когда это большая корпорация ты конечно же мыслишь там более крупными там мазками когда тебе нужно от приоритизировать кучи вакансий а если это единственная вакансия то определяется там карта поиска то есть как по каким источником мы будем искать этих людей мы уже составили профиль мы поняли где мы такого человека будем искать если допустим мне принесут android разработчика я скорее всего пойду его искать куда-то в профильные там эти сообщества например там или в linkedin или где-то на хабре если мне скажут нужно чтобы чувак умел еще выступать круто я скорее всего пойду куда-то смотреть какие-то митапы выступления может быть навеси какие-то посты буду смотреть кто пишет эти посты а если мне например скажут найди мне продавца помидор это история не про тинькофф но все же то естественно я понимаю что мне нет смысла идти давно линкеды но это не та целевая аудитория вот поэтому таким образом составляется карта поиска какие источники будем обрабатывать кого привлекать как правило дальше в работу вступают ресерчеры сорсеры то есть сложные вакансии закрывает в основном там либо сорсеры либо прям точечные очень дорогие это прям так они называются хэдхантеры это те кто переманивают людей либо экзеките все ч рекрутеры те кто там находит супер талантливых там редких людей а то ты должен заслужить видимо да чтобы на тебя так охотились именно да ну зачастую это на уровне там си левел руководителей чаще всего си левел это там сто сео да 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 си левел это да вот это вот чиф это вот как в названии должности должно быть там шеф или чиф то есть это топ руководители там руководители верхнего звена в айти рекрутменте тоже на самом деле есть такое направление ну к примеру я думаю что у тебя есть представление что бэкэнд разработчиков их много но просто потому что это востребовано и как бы у любого крупного проекта есть бэкэнд лан почти у любого но например сри как подкасте у тебя с димой маслеником вы обсуждали что сри не всегда нужен на самом-то деле да да он появляется только после какого-то уровня уже а вот и поэтому ну таких специалистов просто меньше на рынке и их сложнее искать или например информационной безопасности это наверное даже еще чуть сложнее чем сри а бывают и такие особенности что например одно из наших там мобильных приложений достаточно крупные она ищет не только разработчиков которые будут заниматься фичами а еще тех кто будет отвечать им за производительность приложения таких в россии ну прям совсем мало да так это мы поговорили про часть поиска вот мы как-то нашли человека где-то там довели его до этого нанимающего менеджера показали им там разных вакансий много их там прособеседовали разработчики там другие компетентные они прособеседовали что-то сказали что вот он да он или она нам нравится так что происходит дальше дальше вообще еще cultural fit так называемый интервью знакомства там насколько мы подходим друг другу тоже фишка недавняя потому что вот я помню что этой штуки не было как минимум когда я приходил точно еще пару лет после этого точно не было то есть эта фишка появилась буквально там год-два назад ну там около этого это нужно чтобы просто как бы понять в какую команду хочется потому что сейчас стало очень много команд внутри команд еще очень много мини команд и соответственно что определить какой команде человек ближе по духу вот в добавляет этот новый этап у нас раньше потребности в этом не было ну да да раньше точно так же как его ты сырье были сильно меньше конечно да так вот человек прошел калл чиролл интервью это калл чул фит насколько он подходит конкретной команде и куда он идет дальше 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 он заполняет анкету кандидата и мы запускаем внутри у себя там согласование чтобы все руководить ну там не все прям руководители имеется виду чтобы нанимающий менеджер и верхнеуровневый руководитель знали что есть такой человек вот такие условия в эту команду он идет ни у кого там вопросов возражений нету это как правило там достаточно мало времени занимает на самом деле и мы идем предложение работе или так называемый offer job offer кандидату дальше он там принимает решение принимать этот offer не принимать говорит о своих намерных если он идет к нам дальше то мы запускаем оформление мы запрашиваем кандидата документы коллеги из отдела кадров составляют трудовой договор и прочие кадровые документы и дальше соответственно в назначенное время назначенный час ему приходят все документы на почту на электронную почту приезжает наш представитель привозит оборудование вместе с оборудованием там ему приходят эсэмэской данные от своей учетки он заходит внутрь там его почта все данные уже подключаются к сети и вот он вышел он сотрудник да у него есть три дня как у всех других на то чтобы прочитать трудовой договор в электронном виде подписанной с нашей страны и нажать на кнопочку туда я принимаю трудовой договор давай вернемся обратно к и чаром и поговорим о том как происходит ваш день вы каким-то образом находите контакты людей и дальше их получается каждый день по миллиону звонков делаете обзванивать это же ужас я буду давай на примере технического рекрутера рассказывать как это работает у меня есть соответственно до карта поиска которая составил то есть от более релевантных к менее релевантным источником какие-то определенные критерии поиска я начинаю искать этих людей в первую очередь составляю точный фильтр например я хочу найти человека я знаю что этот человек там ну пусть будет android разработчик раз уж я сильно больше про мобильных это какой-то android разработчик но у него есть какие-то особые требования например эти требования ко мне не выставлял нанимающий менеджер но я понимаю что вся команда работает только с котленом я значит ищу в первую очередь человека больше с котленом но джава как бы второй критерий ну если есть хорошо могу еще фильтр уменьшать таким образом первая там выборка первые 100 150 200 человек будут более точные я им пишу с ними связываюсь иногда изучая профиль мы называем скриню но вот изучая профиль человека на первое время на это уходит у тебя там по пять по 10 минут потом когда ты уже привыкаешь у тебя в среднем там четыре пять секунд уходит на то чтобы изучить ну просто как бы привыкаешь к одним и тем же шаблонам и уже знаешь куда глаза падают и пока просто скроллишь ну несколько раз мышкой крутишь это уже за все ну там ключевые слова зацепился глазами то есть у опытного рекрутера на просмотр резюме уходят 45 секунд ну если за 45 секунд и меня чем-то заинтересовал я еще секунд на 5 останусь и посмотрю да как кандидат могу сказать обратное то же самое справедливо просто есть некоторые вот такие ключевые слова ключевые там моменты это компания это должность это стек технологии это те технологии с которыми ты работаешь если есть какие-то сильно бросающиеся в глаза там например человек может быть спикером постоянным где-то иметь какое-то членство или наоборот негативной истории ты можешь посмотреть у него там по два три месяца пять мест работы последний такое оно сразу в глаза бросается вот и соответственно находишь более релевантных кандидатов с ними связываешься ну и бывает такое что профиль иногда очень интересный у кандидатов тут уже даже я как там технический рекрутер иногда лезу на гитхаб чтобы посмотреть а сколько у него вообще там ну что он контрибьютит он или нет насколько активно и вообще как бы из чего состоит там его репозиторий я хочу немножко пояснить для людей не понимающих что такое гитхаб это такая соцсеть скажем так для программистов где они выкладывают свой код общаются по поводу него им кто-то предлагает улучшения либо они же вносят какие-то улучшения в чужой код вот и соответственно там это то чем меряются программисты репозитории здесь это то где у тебя конкретно лежит код вот от какой-то твоей конкретной одной программы то есть может быть много программ соответственно под каждую программу один репозитория как такое можно представить как архив окей вот интересно допустим вот ты связываешься с человеком и кажется что вот как будто бы рекрутеры имеют какую-то такую сверхспособность понимать из обычного диалога больше каких-то фишек о людях замечать может быть какие-то мелочи может быть ты можешь чем таким поделиться или мне кажется если придумал ты не придумал это просто опыт когда ты общаешься с разными людьми ты волей-неволей начинаешь обращать внимание на какие-то такие мелочи к примеру когда я созваниваюсь кандидатом и он совсем не заинтересован общаться я это услышу ну то есть я думаю что это даже услышит и абсолютно любой человек когда он а да ну то есть он только отвечает на закрытый вопрос ничего у тебя не спрашивает не интересуется ничем как будто бы отстранен полностью я думаю что это любой человек увидит другое дело что со временем ты начинаешь находить вот эти вот маленькие отголоски и в других диалогах то есть ему интересно он готов общаться но вот мне естество подсказывает что у меня было два таких кандидата и оба потом отказались от предложения работе от оффера или оба потом пропали вот просто только с опытом я точно знаю что это можно отрисовать там измерить ну в основном это просто как бы чувствуется уже потому что ты привык ты постоянно общаешься с людьми можем поговорить про то как ты видишь себе идеальное резюме каким оно должно быть на что вы обращаете как и чары рекрутеры внимание на что стоит уделить отдельный акцент человек который составляет это резюме я думаю самую большую ценность ему принесет отклик вот если он откликнулся самостоятельного к нам да то это уже как он проявил интерес что может нас зацепить в этом резюме это структура то есть когда понятно где человек работал сколько он работал если он работал там два-три месяца возможно стоит написать причину почему он ушел потому что иногда бывает это если ты видишь 2-3 место работы потом по несколько месяцев это уже сразу как бы такой оу неинтересно скорее всего человек там недолго сидит но у меня был такой опыт когда я нанимал человека у которого последние 7 мест работы были не больше полугода и там есть место да и там действительно у чувака были все 7 мест работы но аргументирован то То есть он уходил, прям не докопаться, скажем так. Поэтому если уходишь, у тебя мало времени еще в компании отработано, лучше написать, почему ты оттуда уходишь. Идеально написать, чем ты занимался в этой компании, потому что один и тот же человек в разных компаниях может абсолютно разными вещами заниматься. Если мы говорим про технических специалистов, идеально указать какой-то стек технологии, потому что зачастую из последнего опыта в LinkedIn с колл-китом, это набор голосовых параметров, то есть это как бот, который определенными голосами разговаривает. Таких людей, по-моему, 6-7 или 8 человек, у кого это есть. Я уверен, что в реальности работало намного больше, но я вбил это, и он показал всего 6-7 человек. Вот если бы ты более подробно описывал свой опыт, то ты бы попал вот в эту маленькую выборку. Вероятно, я бы с тобой связался и сказал, Сань, давай пообщаемся, у меня для тебя вот прям такая вакансия есть. Вот поэтому опыт работы, технологии, с которыми ты работал, и описать, что тебе, а, интересно, где-то там о себе, описать, что тебе самому вообще интересно. Есть такая гипотеза, что рекрутер не читает, что написано обо мне. На самом деле читает всегда. Вот по себе, например, скажу, всегда читаю. Самая интересная часть, наверное. Да. Но если там тоже грамотно написано. Знаю, что не все действительно читают, но зачастую там либо прям самое интересное, либо там такое огромное полотно, что невозможно вообще читать. Я вспомнил, кстати, историю про этот блог, потому что, кажется, у меня было написано, что я бросил универ, потому что там учат чему-то бессмысленному и неинтересному, и мой первый работодатель, мой первый тимлит обратил на это внимание, и он говорит, именно поэтому меня решил позвать, поговорить со мной. Да, ну, зачастую там много интересного действительно можно прочитать про человека, и последнее это какие цели, задачи перед тобой ставились, чего ты достиг, если есть цифра вообще идеальна, если это можно как-то посчитать, померить, потому что из своего опыта, знаешь, как часто люди отвечают, вы выполняли план? Да, выполнял. Какой перед вами план стал? Ну, вот такой. А на сколько вы выполняли? Ну, на 70%. Ну, то есть вы его не выполняли. Вот, поэтому зачастую все это можно прочитать в резюме, но там стек технологий, какие-то там цели, задачи, там, может, где-то даже по смарту было бы интересно почитать, прям видно, что человек, если он там умеет писать, это прям однозначно плюс. Расскажи, какие-то, может быть, интересные, курьезные случаи из твоей профессии, из момента вот рекрутмента, что было такого интересного? Когда я еще работал в агентстве, у меня была такая ситуация, что я очень долго искал одного руководителя, и я его уже нашел, ну, там несколько человек показывал, и вот я нашел одного, мы с ним договорились по всем параметрам, он нас устраивал полностью технически, ну, то есть компанию, в которой я представлял его, он полностью нас устраивал, и мы с ним во всем договорились уже все, оставалось только вот там пожать руки, да разойтись. Но меня смутил такой момент, что когда мы уже финально с ним все обсуждали, он сказал, отправьте это моему рекрутеру, пусть мой рекрутер посмотрит и даст вам ответ. Я не совсем понял, что это имеется в виду, я должен отправить это какому-то рекрутеру в этой компании, чтобы он посмотрел, то есть странная какая-то история. Потом я узнал, что на самом деле у него был просто там его знакомый, кто-то, кто как бы считался рекрутером, кто помогал ему просто переходить из одной компании в другую по знакомству. И такая интересная ситуация была, я, в общем, разговаривал с ним по телефону, а мне это, я еще тогда совсем новичком был, не знал, что такое может быть вообще, я договорился с руководителем, попросил ее, я буду сейчас звонить кандидату по телефону, давай мы с тобой будем переписываться в чате, если мне что-то будет непонятно, я тебе напишу, ты мне ответишь. Я созваниваюсь с этим человеком и в момент мы с ним что-то заговорились и он у меня что-то спросил, я смотрю, открываю чат с ним, мы начинаем с ним там искать какую-то переписку, я нахожу и в этот момент у меня там какое-то осенение происходит, я понимаю, что-то я должен написать руководителю и я начинаю на автомате писать руководителю сообщение. В общем, сообщение это было из серии какой-то супер странный чувак, он очень мутный и я бы, конечно, с таким дел не имел, но ладно, у всех свои причуды и буквально где-то через минуту я получаю сообщение от этого кандидата, которого я долго искал, мы действительно искали, я не знаю, где-то полгода, наверное, этого человека, причем я не один искал, вот, и я где-то через минуту получаю от него сообщение, что, знаете, я, пожалуй, не буду принимать ваши предложения, я, пожалуй, сразу откажусь. И в этот момент у меня доходит, что я вот это вот все большое сообщение, все, что я думаю про этого человека, я написал ему в личку. Господи, это такой фейл. Я просто не переключу все между диалогами, то есть я был настроен писать руководителю, а на автомате что-то начал искать и получается, что я все это ему написал. Как ты не сгорела стыда, это же... Мне было очень стыдно, я серьезно скажу, это был, наверное, самый такой стрессовый момент, ты не представляешь, как я вообще спал, я, ну, потом часов до трех, до четырех ночи не спал, я, причем, я как раз был вот так называемым имплантом, и я даже не в Москве был, то есть я в другом городе был, меня отправили туда на месте, ну, на стороне работодателя работать, то есть я один в другом городе, вот это происходит, и у меня просто разрыв мозга происходит, я не знаю, что делать. Очень реально страшная история, это, я думаю, многие так думают, когда переписываются, что, а вдруг я не в тот час, да, а тот человек реально еще увидел это все, ага, и ты, да, не успеешь, ну, тут невозможно было успеть там удалить, или там возможно не было. Я из тех людей, чтобы ты понимал, вот такие неудачные ситуации у меня были еще в школе, когда, знаешь, ты там, ну, по юношеству, ВКонтакте, с девушкой поругался, и ты думаешь, ну и все, и ладно, вы разошлись, ты открываешь, значит, список всех своих знакомых, девчонок, подруг, и пишешь, пойдем с тобой гулять, пойдем с тобой, и вот ты пишешь одно сообщение на всех, там, 10 людей, всем отправляешь, и понимаешь, что вместо того, чтобы 10 разным людям по одному сообщению отправить, оно группирует людей, вот я уже тогда начал получать первые такие неудобники. Ты тогда уже был HR-ом, потому что ты тогда уже группировал людей, на эту рассылку отправлял письмо, да, да. Вот, кстати, интересно, еще, может быть, успешные есть кейсы, какие-то успешные примеры, каких-то классных наймов, может быть, есть какие-нибудь, которым ты гордишься, наоборот? Слушай, ну, я могу и по именам, по фамилиям даже перечислить, ребят, чем я горжусь. Здесь вопрос в том, что они все абсолютно разные, ну, то есть, когда ты переманиваешь руководителя, который изначально не хотел к тебе идти, это круто. Если ты находишь такого человека, который идеально подходит под этот проект, и ты, как бы, ну, доносишь, что ваше предложение не хуже, и он думает, думает и принимает решение в твою пользу, в твою пользу, имею в виду, в пользу, там, компании, вот, приходит, ты понимаешь, что в этот момент ты правильно донес ценность, ты не обманывал его, ты, там, не переубеждал, ты просто, как бы, донес ценность, и вот именно это-то он и искал. Зачастую, когда работаешь с возражением, так и происходит, что рекрутер не обманывает, рекрутер просто неправильно может доносить до кандидата информацию. Таких кейсов, на самом деле, много у меня, ну, я могу вспомнить, наверное, особенно приятный кейс, это когда я с человеком, ну, я уже, там, долгое время тоже процессил, отказался от нашего предложения, на текущем месте мы сделали контр-офер, так называемый, это когда компания, текущий работодатель сотрудника, то есть он приходит и говорит, я увольняюсь, вот у меня предложение от Тинькофф, и в ответ ему делают контр-предложение, чтобы удержать его на текущем месте, и, соответственно, человек получает контр-офер такой, я прихожу еще раз, обсуждаем все нюансы, и объясняю, что ты же по культуре сам сказал, что больше подходишь, а он, ну, ему было немного неловко отказать, самому текущему работодателю, в итоге он снова принимает наш офер без изменения условий, и на третий раз он приходит и говорит, нет, слушай, Макс, я, короче, не могу, я все-таки, меня держат здесь на текущем месте, я остаюсь, вот, и, ну, это такая, знаешь, не знаю, что ли, тяжелая артиллерия, ну, зачастую это может быть всегда истиной, зачастую нет, но я проговорил, что ты же понимаешь, что когда ты получаешь там контр-офер, это уже, во-первых, сама по себе стрессовая ситуация, во-вторых, а почему тебе раньше, ну, как бы эти условия не давали, давай, ну, подумай, давай разберем, и он, ну, как бы мы с ним сели, разобрали его, ну, он сказал, да, окей, я согласен, что ты до меня донес суть, почему мне раньше этого не сделали, а только тогда, когда я пришел, как бы, с офером. Вау, ты прям как психологом еще, получается, работаешь, это очень удивительно реально. А так, ну, из тех вот наймов в Тинькофф, ну, есть руководители абсолютно разных направлений, например, не знаю, начиная с руководителя нагрузочного тестирования, там, вот у нас есть один руководитель большой, и там три команды. Одна из этих команд, там, его, например, нанимал, был один обсек-эксперт, обсек – это application security, безопасность мобильных приложений, эксперт – это там ранг, если так можно сказать, это должность, ну, то есть там, это руководитель. Вот это, наверное, мой самый долгий найм, больше года я его процессил. Ого. Вот, и да, и он пришел к нам, и потом вот мы недавно с ним встретились, общались. Мне было очень приятно услышать, причем, чтобы ты понимал, через год уже другой рекрутер его заканчивал вести, то есть принял он мой оффер, потом через полгода отказался, и до конца его довел все-таки уже другой человек, но он потом пришел ко мне и говорит, Макс, ты вообще красавец, ну, прям лучше тебя рекрутеров не было, и это было прям для меня, ну, вау. Да, это очень приятно звучит. И я вот сейчас задумался, мне стало интересно, а что вообще вот побуждает быть рекрутером, что вот тебе нравится в этом? Из твоей речи это звучало, как будто бы это про какой-то азарт, про то, что вот хочется вот переманить, вот хочется что-то вот такое, как будто бы про какой-то азарт, нет? Ну, да, это немножечко про азарт, но это больше, наверное, про выполнить невыполняемое. То есть тебе нужно прочувствовать, кто нужен, грубо говоря, и понять, где этих людей искать, потом найти его, а людей очень много, из огромного скопа людей найти того человека, потом показать его и вот померить, понять, подходит он или нет. Здесь самое сложное, когда ты уже показал, и самое сложное в момент выставления оффера, когда ты понимаешь, что это не то, вот в этот момент сложно, ты, естественно, подсвечиваешь все риски и понимаешь, что вот, есть вот этот человек, вот давайте его лучше, вот он круче, потому что вот это, вот это, вот это, вот это. И когда ты понимаешь, какую работу ты проделал, то есть каждый вот этот вот в отдельности вышедший сотрудник в компанию, это отдельный проект полноценный. Это как найти иголку в стоге сена, просто учитывая реально, сколько людей вот могут быть потенциально, примерно, могут быть подходить под эту профессию. Во-первых, надо где-то найти еще, найти их контакты, и потом вот одну иголочку в этом стоге сена как бы пристроить в нужное место, это действительно кажется сложной задачей. Зачастую, знаешь, как это происходит, если я тебе напишу письмо «Привет, Александр, меня зовут Максим, давай пообщаемся, я из Тиньков», скорее всего, ты даже не прочитаешь сообщение. Может, 50 на 50 прочитаешь, но не ответишь. С вероятностью процентов 10 ответишь, но с вероятностью 9% это будет отказ. С вероятностью 1% только что ты мне скажешь «Ну, давай пообщаемся», еще ничего не обозначает. А личный, более точечный подход, как у нас это принято, personal touch, зачастую все равно более рабочий подход, когда ты, прежде чем просто написать обезличенное письмо, там, какое-то, что я больше всего не люблю, это когда тебе пролетает, ты понимаешь, что ты просто часть рассылки. То есть я даже не хочу отвечать. Чтобы ты понимал, меня на работу, например, звали мобильным разработчиком раз, наверное, 30, вот серьезно. А это просто у меня где-то в резюме написано, что я искал там iOS и Android разработчиков, все, я попадаю в эту категорию. Причем самое страшное, что это крупные компании пишут так. Хорошо, а какой дальнейший карьерный путь у HR-ов еще вот бывает, интересно? Вот ты становишься HR-рекрутер, а кроме того, что у тебя есть в горизонтале огромное количество перемещений, как ты назвал, какие еще бывают способы, куда можно дальше пойти вверх? Рекрутер, который ищет, это что-то релевантно, условно, продажам. Ну, то есть рекрутер, но найти, может перейти там в другое направление, в маркетолога или еще куда-то. Хотя у нас, кстати, вообще в компании это очень хорошо развито, не только с рекрутерами. Но у нас тоже за последний год были кейсы, когда человек закрывал, ну, рекрутер закрывал вакансию с собой. Ого! Такое тоже было. Такое разрешено вообще? Такое часто происходит? Не часто, ну, там, раз в год, наверное, такое происходит, когда там человек переходит в аналитика или там около HR, там, в продакта. А он должен перед этим закрыть вакансию себя в плане, как бы, на замену себе кого-то найти еще? Ну, это по договоренностям с руководителем. Ну, в нашем случае, да, человек закрыл эту позицию, нашел себе на замену человека и спокойно перешел. То есть пока он искал людей, он понял, что он не хуже, а ему как раз это интересно. Он сказал, давай, выполнил тесты задания, выполнил тесты задания, нанимающему понравилось. Тем более он, как бы, погружен в это. Вот и теперь он аналитик. Успешный случай. Да. Кстати, на самом деле, ну, как бы, успешный случай, я могу сказать и обратное, что и к нам в рекрутмент люди тоже переходят. Если не сказать, что из разработки прям, ну, то есть таких явных кейсов, когда человек был там SRE и резко стал рекрутером, такого нету. Но все равно, вот, если там смотреть, допустим, нашу техническую команду, то у нас ребята умеют программировать кто-то там, во что гораст, кто-то на питоне, ну, понятно, что до алгоритмов он там не дотягивается, но базовые вещи какие-то напрогать может. У меня, как я говорю, там сайтами занимался, и очень интересно там мобильные приложения были. И есть такие ситуации, когда мы понимаем, что человек сильный технически, он, может быть, не так, другое видение, у него другой опыт вообще. И он, может быть, не будет полезен в плане Найма, чтобы обработать большое количество людей и написать им классные, крутые такие, знаешь, продающие интересные письма, которые прям, ты не можешь просто не ответить на него. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что этот человек хорошо разбирается в технических аспектах, и он может общаться на одном языке с разработчиками, ну, значит, ему там можно... В DevRel куда-то. Да, более такие, ну, как бы, технически более сложные вопросы решать. Хотя вот DevRel, это как раз, наверное, больше все-таки про умение находить контакт. Какая карьерная лестница развития HR? Допустим, вот есть HR-директор. Вот как дотуда дорасти? Давай с ССР начнем. Очень интересно, потому что, когда я начинал свою карьеру, знаешь, как это было? Я в универе тогда учился, я нарисовал верхнюю точечку HRD, открывал HeadHunter и смотрел, с каким опытом люди становятся HRD. Выписывал себе это. Дальше я понял, что в основном люди становятся HRD, либо достигнув пика развития в одном из центров экспертиз, либо через HR-бизнес-партнер, либо обучение, подбор или компенсация и бенефит. Дальше я понял, что мне больше всего интересен подбор. Начал от него рисовать такие... ну, как бы дерево начал рисовать. Сколько времени необходимо работать, чтобы стать руководителем подбора в крупной компании? Чем надо заниматься? Приветствуется, не приветствуется опыт работы в кадровых агентствах? И вот так вот я опускался каждый раз на уровень ниже, пока не дошел до стажера. И вот такую карту, вот такое дерево я себе отрисовал. Офигеть! Это когда у меня не было ни опыта вообще, то есть я не знал. Я просто думаю, ну, наверное, если так отрисовать, может, будет чуть более понятно. Классная визуализация, да. Вот, и такой путь я отрисовал. Ну, если так говорить, вертикальное развитие из рекрутера в руководителя. Как правило, сначала это руководитель группы какой-то определенной. На моем примере это группы IT-подбора. Руководители группы IT-подбора становятся руководителем всего подбора. Руководитель всего подбора – это руководитель большого центра экспертизы. И, как правило, уже один из руководителей подбора становится там HRD. Давай поговорим, наверное, про блок навыков, то есть какие нужны способности человека, какие нужны навыки, знания, чтобы стать хорошим HR-ом. Стрессоустойчивость. Это однозначно. Готовность к отказам, готовность к игнору. Я точно не способен стать HR-ом в этом плане, сразу понимаю. Вот что еще из этого? Я обожаю шутку, как LinkedIn, это как Tinder, только наоборот. Красивые девочки пишут умным мальчикам. Тим не отвечает. Ну, на самом деле, я не могу перечислить какой-то конкретный скоп навыков. Мне кажется, что под каждую задачу это разный скоп навыков. Например, у нас команда, она очень диверсифицирована, то есть она очень разная. Все игроки в этой команде, они абсолютно разные. Я, например, жутко аналитичный. Ну, очень люблю сильно все анализировать, рефлексировать на любые темы. Есть люди, кто, ну, например, они очень легко воспринимают критику, то есть они, наоборот, не рефлексируют особо. Ты им сказал, они, а, ну, понял, так бы сразу сказал, я так не буду делать. Ну, все. Вот. И здесь, ну, наверное, нету какого-то там золотого правила, какой человек идеальный рекрутер. И тот, и тот, ну, как бы они хорошо работают, каждый по-своему. Вот. Поэтому, ну, кроме такого стрессоустойчивости, наверное, и кроме стремления, что ли, достичь цели, ну, кроме вот этого азарта, что ли, такой вот, ну, я не знаю, как это измерить. Да, опять же, азарт, мне кажется. Кроме вот этого азарта, наверное, если у человека есть азарт в глазах, ты ему говоришь, это так не работает, а он говорит, проверим. Найдем. Да, сейчас проверим. Это, мне кажется, еще вот азарт именно соединить кусочки пазла. Мне еще вот аналогия пришла с пазлами, что ты когда собираешь картину, и вот как будто вот ты ищешь этого человека как вот недостающий кусочек в эту картину. Я тебе больше скажу, у нас там в команде, например, есть человек, у него классные результаты, но у него не было никогда опыта подбора, то есть он не занимался рекрутментом, никогда не занимался. Это просто, ну, как пришел, ему сказали, что вот эти операторы работают вот так, а еще иди посмотри в интернете, как это работает. Он все сделал это, и у него отличные результаты, причем у него не было как бы бэкграунда рекрутментского. Кстати, вот это тоже интересная часть, то есть можно пойти что-то где-то посмотреть, а что, какого вида материала это, что, где-то учат этой профессии на каких-то курсах сейчас? Все знают про финтехшколу, наверное, ну, если не все, я не знаю, мне кажется, что все они знают, но если не все, то процентов там 50, наверное, тех, кто ищет работу, связанную с техническими направлениями, они знают про финтехшколу. Также у нас есть такого рода стажировка большая, причем интересная история, мы запустили эту стажировку первый раз в начале года среди рекрутеров, и там вот как раз мы выделяем роли, что есть люди сорсеры, есть люди ресерчеры, и это не помощник, это не бот, это не помощник рекрутера, это другое направление совсем, у нас это называется ресерч-центр, и там у нас такая кузница талантов, что ли, я не знаю, как сказать, куда приходят люди, у нас есть заранее подготовленная программа, люди туда приходят, проходят некий отбор, и по результатам этого отбора мы понимаем, что с кем мы там готовы продолжать, нет, есть руководители этого ресерч-центра, которые с каждым отдельно общаются, потом со всеми в группе, и вот такой процесс стажировки длится там до трех месяцев, а потом ребята-стажеры попадают в штат, и они уже в ресерч-центре являются сотрудниками, поэтому если кто-то хочет попробовать свои силы, посмотреть его это или не его, можно попробовать на стажировке, которая у нас запущена, и следите за аккаунтом Тинькофф, в ближайшее время, по-моему, на VC выйдет пост как раз про рекрутмент, где наш руководитель, head of recruitment, то есть руководитель всего рекрутмента, Рая Мысловская, рассказывает о том, как вообще происходит поиск, как составляется карта поиска, где, какие источники, как они приоритизируются, поэтому скоро это будет. Хорошо, мы приложим к описанию точно, потому что выпуск выйдет сильно далеко от того, когда мы его пишем. И заканчивая эту часть, интересно поговорить о том, может быть, что-то ты порекомендуешь прочитать, что-то посмотреть, где-то какие-то обучающие материалы, или что ты вообще читаешь по своей профессии? К сожалению, из того, что я читаю время от времени, я не находил каких-то суперинтересных постов. Я даже на конференции на какие-то хожу, смотрю, ну, прям не цепляет, действительно. Ты понимаешь, что когда ты варишься в своем котле, вот здесь вот, ты настолько уже преисполнился, настолько все это знаешь, что когда ты начинаешь смотреть, как это у других происходит, ты понимаешь, что еще далековато, ребят. Очень, очень понимаю. Да, еще далековато. Вот, и я как раз слушал твой подкаст с Никитой Макаровым, он там хвалил как раз кадровое агентство Нью-Эчар и вот их последнюю сводку новостей. Вот я могу там порекомендовать, что они интересно пишут. Ну, то есть во многом они рядом. Не скажу, что это прям точно, но они прям рядом с актуальной информацией. Давай поговорим еще о минусах. Мне кажется, мы какой-то тонкой какой-то нитью на протяжении всего подкаста уже говорили про это, но вот интересно выделить, есть, может быть, какие-то прям пункты. Какие минусы ты назовешь в этой профессии? Минусом, наверное, можно выделить то, что ты очень часто работаешь с негативом. Я как-то долго пытался понять, почему у меня нету отторжения к профессии. Я просто понял, что со временем ты просто начинаешь привыкать к новому уровню стресса. Звучит ужасно. Да, ну, на самом деле, тебе кажутся какие-то мелкие проблемы изначально кажутся прям очень важными и прям серьезными, а потом у тебя начинаются большие проблемы, и ты понимаешь, что те проблемы были несерьезные, а потом ты понимаешь, что со временем растешь, и твои проблемы, они уже не просто, они огромные, то есть там они измеряются, не знаю, там в миллионах рублей, и ты такой, ну, в целом, в целом с этим тоже можно жить. И риск становится все больше, но ты просто привыкаешь. Вот, наверное, самое сложное – это осознать, привыкнуть к тому, что ты всегда работаешь на вот этой вот грани огромного риска. Любое твое неправильное слово, любое твое неправильное действие, оно может привести к неприятным последствиям, то есть там какой-то пост навеси, и представляешь себе, что сейчас, значит, придет руководитель, будет меня ругать, вот, а может быть, меня вообще уволят из-за этого. Но на самом деле все происходит там, ну, совсем по-другому. Ну, вот это вот такой явный минус, что нужно быть готовым к разным неприятным ситуациям. Ну, это исходит, наверное, из там навыков, способностей человека выдерживать огромное количество стресса, и это и есть главный минус, что это приходится. Часто слышать нет, приходится. Тоже, кстати, да, нужно выработать какую-то толерантность к этому. А еще со временем, так как ты с большим количеством людей работаешь, у тебя, во-первых, профдеформация, как у всех происходит, а во-вторых, понимаешь, что все люди абсолютно разные, и ты снимаешь очки и такой... Вот я и хотел, кстати, сейчас спросить, а не разочаровался ли ты в людях вот после такого количества людей, которое через тебя прошло? Я в том году собаку завел. Потому что... Потому что... С людьми сложнее, да, со собаками понятнее, проще, они не будут. Они в последний момент за день до выхода не скажут, я принял другой офер. Когда ты уже оборудование заказал, и все. Жесткие случаи бывают. Хорошо, давай поговорим, может, о более позитивной составляющей, о компенсации. Какие заработные платы бывают у рекрутеров, с чего начинают стажеры, и к чему приходят там до уровня руководителя? Ну, наверное, прям конкретику в среднем по рынку я тебе не могу сказать, потому что это не то, что какая-то секьюрная жесткая информация, просто у меня нет информации средней по рынку. Просто какие-то примерные цифры. Я могу сказать... Ну, вот, например, если говорить про то, как я начинал стажером, я вообще бесплатно работал. Но здесь две модели у нас таких более принятых, наверное. Первая модель – это когда ты работаешь за вознаграждение, это агентская модель, когда у тебя там есть какой-то маленький фикс, минимальный для проживания, там, типа, 20, 30, 40 тысяч рублей. С повышением уровня фикс у тебя тоже растет, но он там больше 60, там, не знаю, 80 тысяч не поднимается. Рождущийся на минимум такой. Да, да, ну, такой, не то, что, ну, 60-80, это прям, не знаю, кому как, мне прям, может, даже комфортно было бы. Это я говорю как человек, который родился в Москве. А, тогда окей. Вот, но основная часть дохода там – это мотивационная, то есть это когда ты закрываешь позицию, компания за это получает большой чек, а ты с этого чека получаешь гонорар. Какой-то процент. Да, свою долю. Плюс-минус такие модели, они могут быть разные, то есть это может быть не конкретный выход одного человека, какая-то, может быть, там, копиться там по 3% с каждого человека и так далее. Ну, то есть там разные могут быть модели. Но суть в том, что у тебя фикс маленький, но при этом можешь получать там вот в кадром агентстве, например, рекрутеров без опыта работы, абсолютно без опыта, просто вот с таким стремлением, ярко горящими глазами, ты можешь получать там до 150, до 200, даже, наверное, тысячи рублей. Ну, это реально. Это зависит от количества людей. Да, вопрос в том, что там, ну, как бы политика такая, что вы не команда, там кандидат дороже работодателя. Вот как-то один из наших руководителей так пошутил, что, Максим, ты же не в агентстве работаешь, где кандидат дороже руководителя, там, или работодателя. Вторая модель, это, наверное, более про продуктовые компании, там фикс больше, а сокопный доход меньше. Если говорить там про наших стажеров, не могу сказать, ну, точно знаю, что у них нормальные абсолютно условия, не могу тебе сказать, там, какие... Вот здесь, наверное, я знаю, но не буду говорить, потому что секьюрная информация, но до уровня там руководителя, там до уровня ведущего специалиста, твой там совокупный доход, ну, не меньше, чем в агентстве. То есть если брать совокупный доход, он не меньше, чем в агентстве. Они плюс-минус одинаковые, просто модели абсолютно разные. В продуктовые у тебя большой фикс и не такая большая мотивация. Окей, хорошо, спасибо. И тогда последний вопрос. Кем ты мечтал стать в детстве? Я каждый день мечтал стать кем-то новым. Сегодня вот я мог мечтать разрабатывать сайт, а завтра я мог проснуться, сказать, я футболистом буду. Послезавтра я скажу, что я буду танкистом, в армию хочу. Там 14, 15, 16 лет у меня было такое. У меня есть куча идей, бизнес-план, я буду продавать бизнес-планы. Вау, даже такое бывает. Так что, да. Ну, если говорить про универ, то я шел, я хотел стать футболистом. Я хотел в спортивный менеджмент пойти. Ну, либо в армию. Такое интересное, да, выбор? Да, карьерный путь ты себе представлял очень разнообразный. Просто во все стороны. Поэтому я вообще не могу... Ну, как бы меня вот так вот штормило. И я говорю, честно, я очень прям доволен тем, что я нашел реализацию себя через каждый день новые проекты. Да, кстати. Спасибо. Было очень познавательно и интересно. Спасибо за выпуск. Спасибо, Саня, что позвал. Спасибо.